итак всем привет с вами алексей мороз компания кровь монтаж видите вызвали меня на диагностику кровли вот за моей спиной дом из профилированного бруса возникли вопросы на мансарде видите на втором этаже обильно потек конденсат значит тут работы уже идут к завершению компания строить дом с отделкой с инженерией все прочее естественно заказчик чтобы удостовериться все ли в порядке с кровлей вызвал меня так сказать на инспекцию потому что противоречивые уже он собирает мнение с разных сторон читает интернет и все прочее то есть хочет услышать независимое так сказать независимое мнение дом здесь из профилированного бруса кровля сделана из цементно-песчаной черепицы принципе для деревянного дома самый оптимальный вариант я считаю потому что тяжелая кровля кровель материал как раз придает деревянный дом всю конструкцию хорошая будет усадочка отличное сочетание цементно-песчаная либо керамика я бы если бы себе строил в таком плане выбрал именно так по сочетанию до кровель материал и дом плюс функционал сейчас мы обойдем посмотрим значит сейчас ребята мне здесь все показали любезно и не хотят прицепринимать участие буду рассказывать вам подробно что такое ведь это молния защита такими хомутами крепится квадов с точки полезу я оценю сейчас карниз металлическая вижу капельника конденсата нет я всегда делаю гидроизоляцию тяну до конца вот чтобы их конденсат скопал так как здесь дом полностью строится по финской технологии финны преследует такую тему гидроизоляцию они не доводят до конца оставляют ее в карнизе там полметра и сделают делают вот в этих в этой вагон очки видите такие зазорчики здесь еще покрупнее и туда в принципе заходит воздух это для двойной вентиляции это заходит так сказать под гидроизоляцию между утеплителем а это сверху гидроизоляция сейчас дом отапливается вот видите если бы было что-то плохо конденсат обильно стекал то наверняка бы здесь находились сосульки веселья этого не происходит это тоже мне косвенно пригодится информация для общей оценки и заказчик подтвердят подтверждает что сосулек в карнизе не было пойдем на эту сторону если бы они висели сосульки здесь это уже говорил о том что нагрузка идет большая там на гидроизоляцию вот я бы еще раз очередной раз торжествовал что все-таки надо гидроизоляции где доводить до конца с капельника бы они висели там вот ну ладно торжество не получилось но тогда пойдем в дом так будем здесь плита недавно здесь сделали в декабре стяжку обильно там керамзит велись работы по полу видите структура клееного бруса но здесь нам информации мало нам нужно найти наверно влажные работы здесь велись декабрь середина декабря и так сразу же заказчик мне показал такие места видите обильные потеки влаги вот значит в каждом углу значит покажу обильно вытекала влаги практически здесь тоже аккуратно второй свет здесь вот эти следы влаги вот то могу увидеть и в принципе уже на экваторе работ ведь идут отделочные работы полным ходом представьте да и вот такие потеки бы пошел конденсат да вы бы точно испугались да не то что вы я бы испугался вот здесь потеки здесь это для меня участок был значит скрыли чтобы я посмотрел понятно здесь капли все это важно значит что мы имеем теперь разбираемся по материалам какие использовались какие работы все пленки типа теплоизоляционные материалы здесь использовались хорошего качества значит произоляция здесь отражающие дельта рефлекс ведь дельта рефлекс вся проклеенная вся проклеенная есть мансардные окна здесь утепление пирога 250 и так разберем разрез кровельного пирога видите клеенная доска 200 на 50 здесь сверху речка она забита для чего для придания вот как раз зазора вентиляционного внутри пирога вот видите туда идет здесь 200 и еще перекрестное утепление полтинник 50 250 сумме 250 и вы представляете такой конденсат пароизоляция утепление 250 и мембрана дельта вент n уже все это фирмы дёрган почему такой конденсат не только здесь в открытом участке это по всей площади ребята по всей площади я вскрывал разные участки вот в этом углу ведь выборочно это уже при мне вскрыли я засовывал руку там влага вся гидроизоляция мокрая в этом углу мы вскрывали выборочно тоже я проводил рукой такой же наличие конденсата вот сейчас отодвину ведь она присутствует капли конденсата на макане соседние здесь я проверил утеплитель там намок буквально пол пол сантиметра там увлажненный утеплитель верхней верхней принципе вы знаете я тоже сначала опешил взвешиваем информацию значит все проклеено наличие утеплителя 250 мембрана которая хорошо себя показала единственно они сказали что недавно прорезали на коньке гидроизоляцию эту так как она видите имеет здесь прослойку вентиляционную да вот там вот они провязали на коньке гидроизоляцию чтобы лучше была вентиляция и здесь скрылся немаловажный факт что проклейку швов стыков вдоль стен и пароизоляции между собой они сделали всего лишь после конденсата где-то неделю назад по технологии могу сказать технология здесь не нарушена все сделано правильно соблюдены зазоры качество работ в принципе видно что эстетически ребята старались единственным было у них в комплектации вместе с кровлей был какой-то там скотч я не знаю какого качества говорит он потом через неделю-две он отошел номинально они как бы сделали они проклеили то что им привезли сделали пошли уже отделочные работы заливка полов естественно попозже когда полился конденсат они начали лихорадочно исправляться при привезли им другой скотч проклеивать и так далее вот но заказчика интересует теперь вопрос что теперь с мокрым утеплителем он как бы пол сантиметра верхний утеплитель как бы влажный я не скажу обильно но влажные не будут при ли там доски строганы от этого утеплителя я думаю если сейчас ребята все проклеит все щели заделают уже будет все нормально вот что есть то есть либо конечно его снимать сушить либо оставить но это уже пусть решение принимает заказчик в целом как бы я нашел рассказал ему причину произошедшего следствия так что так видите дорогие мои сколько мелочей казалось бы и качественные материалы и все соответствует по технологиям сделают все поэтапно какая-то мелочь допущенная до казалось незначительная да все сделано всю всю качественно стараемся и получился вот такой эффект принимайте к сведению не повторяйте ошибок с вами был я мороз алексей компания кров монтаж пока по качеству кстати по качеству бруса соединений я сейчас не буду вам демонстрировать но я звонил тепловизор соединения вот брус достойный я много езжу на выезды в диагностике профилированный брус часто мне попадается тепловизор показывает вообще такие щели выхолаживает в углах и так в венцах но я так бегло прошелся мне порадовал качество стен углов не сочтите это за рекламу я говорю то что есть я не называю ни фирму кто это делал ничто мне в принципе порадовал и ребята здесь так сказать руководство видно что озабоченный качеством стараются как бы исправить ошибку пекутся о таскать своей работе все хотят найти решение проблемы для всех чтобы все всех устроила главное сделать об этом выводы